Взаимные упреки, обвинения, местами и откровенное лукавство за эмоциональными высказываниями суть не разберет даже опытный юрист. Лишь единицы подкрепляют свою речь самым надежным аргументом – платежными документами. Своими стройматериалами, вы получили в ЧОСе на 15 миллионов, грубо говоря, на 16 миллионов материалов, получили 14 миллионов денег, недоплатили людям заработную плату, грубо говоря, да? Про какие-то долги тут нам рассказываете, Вячеслав? Да я под сомнением ставлю, я вашу документацию ставлю под сомнением. Сегодня разбираются с четырьмя компаниями. Представители Черногорского отдела строя, которые создали проблемы, властями рабочим на встрече отсутствуют. Причину никто не знает. Все субподрядчики в один голос твердят, несколько месяцев работали на стройке, не покладая рук, возвели качественное жилье, но в итоге задолжали рабочим миллионы рублей. По словам строителей, деньги им не перечислил генподрядчик – беглый Василий Смольников. Привез с собой 30 человек. Это были не кто попал, это были специалисты. Это договор заключен, да. Это были отличные специалисты, с которыми работаю уже третий год. Мы заехали туда 10 июля и выехали 5 ноября. Все 4 месяца я жил с ним. Но при этом большинство о миллионных долгах предпочитали месяцами молчать, уповая на то, что получить деньги им поможет правительство республики. В последнее время случилось так. Вот есть люди без зарплаты, и есть Министерство строительства и Управление капитального строительства, ну которое как бы плательщик. Все, и вроде как других нет, и все рядом стоящие инициативные, кому даже может деньги не надо. Это неправильно. Мы настаивали, везите сюда своих руководителей, потому что по картине видно, они получили деньги в том объеме, как минимум рассчитаться на зарплату. Некоторые утверждают, что сотни тысяч они потратили на обеды работяг, и это не вписано в ведомости. Другие жалуются, что стройфирмы на одних и тех же домах менялись как перчатки, а долги за стройматериалы автоматически оставались в наследство новому подрядчику. Мы вводим первое, сколько должно быть, сколько получили, сколько получили материалами, то есть ваши сомнения, не сомнения, сколько оплачено вами за материалы, там еще, то есть понимаете, да, всю математику. Подобные заседания теперь будут проходить не реже раза в неделю. В Шира дома для погорельцев возводили более полусотни подрядчиков, но в конечном итоге Минстрой намерен распутать долговой клубок. Но вот сколько времени на это уйдет, сказать сложно. Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.